Российская армия находится в таком положении, что вынуждена побираться. И это не мои слова, и не слова какого-нибудь, не знаю, большого противника Путина и российской армии. Это слова генерал-полковника, бывшего премьер-министра, главы Ассоциации юристов России Сергея Степашина. Он их произнес, обращаясь к вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой. Давайте послушаем, что он говорит. Ну, посмотрите, есть очевидные вещи. Ну, побираются подчас наши военнослужащие. Я просто знаю, что... Сейчас не буду я афишировать эти вещи. Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на мундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет. Я сам советский генерал. Мы всегда, вот Саша тоже знает, мы всегда ездили, извините меня, как положено. Государство оплачено. Мы что, сейчас не можем это решить, что ли? Это вот маленький, казалось бы, вопрос. Но он касается паровой защиты, национальных интересов наших защитников. Не бла-бла людей живых, настоящих рискующих в своей жизни. Обратить внимание на проблему вещевого и другого подобного рода довольствия Степашин попросил депутата Госдумы Ирину Яровую, однако взаимности не встретил. В ответ зампредседателя Госдумы предложила сравнить текущее положение дел в армии с 90-ми годами прошлого века и увидеть положительные сдвиги, которые произошли благодаря президенту Владимиру Путину. Ирину Яровую мы в этом с вами абсолютно поддерживаем. Чем меньше внимания будет настоящим проблемам российской армии, тем лучше, потому что чем хуже все в российской армии, тем быстрее она проиграет эту войну и перестанет кошмарить и пытаться уничтожить соседнее государство. Однако симптоматично, что это уже второй крупный государственный деятель, который рассказывает о проблемах в российской армии и говорит теми же словами буквально то же самое. Нет. Солдаты его покупают все за свой счет и никакой системного обеспечения российской армии просто не существует в природе. Об этом говорят не только всякие поставленные шишки, но и обычные зет-блогеры. Однако Белоусов и Владимир Путин продолжают говорить, что все всем обеспечены и никакой проблемы не существует. А депутаты Государственной Думы продолжают пытаться сравнивать это с 90-ми, каким-то образом, видимо, в своей голове, объясняя себе, что как бы... Да и хорошо, что в российской армии сейчас, не знаю, нету половины. Я согласен, хорошо, но вроде при занимаемых ими должностях и при занимаемых ими позициях все в их голове должно выглядеть несколько иначе. Сегодня поговорим об очередном зет-нытье и об обеспечении армии и о проблемах с дронами, где Украина вырвалась в абсолютные лидеры. Все это будет сегодня. Вы можете поддержать ролик вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Благодаря этому его увидит еще больше людей. Более того, вы можете поддержать канал финансово. Ссылка будет на Патреон прямо в описании. Итак, как же отреагировали на слова Степашина зет-блогеры? Ну, отреагировали, как обычно. Сказали, да, все так и есть. Дмитрий Борисенко удивляется, что так поздно эти открытия осуществляются различными людьми. Вот что он пишет. Это называется, а поутру они проснулись. А где все это время был сам Степашин, советский генерал? Что же он молчал, как партизан, и не говорил в голос об этой и других проблемах? Почему они все сейчас, как по команде, единомоментно прозрели? Генерал Степашин, генерал Шаманов и другие. Что вдруг случилось? Ветер перемен подул? И второй момент. Почему они все, говоря о таких вопиющих проблемах в армии, упорно молчат о том, кто до недавнего времени возглавлял Министерство обороны? Почему обходят стороной одного тувинского военачальника? Почему не требуют от него объяснения, как так вышло? Я бы добавил, правда, к Дмитрию Борисенко, ну, если бы он это добавил, он бы и не был Z-блогером, и не занимал бы позицию, что надо уничтожить соседнее государство, что, а кто назначал-то Шойгу? Кто держал его все это время? Надо понимать, что в голове Z-блогеров не происходит процесса, который бы дал им очень простой ответ на большинство их претензий. Дело в том, что если бы российская армия была нормальной, она бы не воевала в Украине. Невозможно создать военную диктатуру и нормальную армию, потому что военная диктатура строится на слепом подчинении и отсутствии компетентных профессионалов с собственным моральным компасом и механизмом принятия решений. То есть в диктатуре генерал любого уровня всегда подчиняется вышестоящему. То есть есть диктатор, который отдает приказ, ему говорят, есть, и выполняет этот приказ. Проблема для диктатора в чем? Что человек, который безропотно выполняет преступный приказ, он, как правило, говно и как генерал. И не умеет ничего нормально делать. То же самое в ВПК и во всем остальном. Даже если туда приходили талантливые люди, они довольно быстро понимают, как работает система. И начинают набивать карманы. Потому что, а зачем им еще работать на этой должности? Ведь у них нет возможности построить свободную, развивающуюся страну. Они строят диктатуру в угоду одного человека. Поэтому весь беспредел в российской армии, с российским обеспечением, с бородством, всем остальным, неразрывно связан с этой войной. Наступательная агрессивная война по воле диктатора возможна только вот в таких условиях. Потому что профессиональная армия, профессиональные генералы, люди со своим мнением не позволят этому произойти. Когда он спрашивает, почему люди молчат, ответ очень простой. Потому что в ответ их могут посадить или зафигачить дубинками. А если бы говорить можно было бы, то терпение к происходящему было бы намного ниже. И люди бы активно против этого выступали. Не только на обычном уровне, но и на уровне высокопоставленных всевозможных официальных лиц, артистов и кого угодно еще. Так что, Дмитрий Борисенко, выбирайте. Либо быть фашистом с плохо работающей армией, которая в итоге потерпит поражение, либо быть нормальным человеком, который выступает против таких вторжений, геноцида соседней страны. Тут как бы есть только два стула, и третий выбрать не дано. Живовзет пишет. Коллеги, комментируя это заявление Степашина, взывают к богам отмщения. Мол, посадите, накажите. Коллеги, да плевать вообще на эти посадки и наказы. У нас парни без лода, глушилок, детекторов и других нужных вещей. Дело не в том, когда кого посадят. Дело в том, когда у всех подрожделений всего будет с избытком, и офицеры будут заниматься планированием военных операций, а не поиском будущего УАЗа или дрон-анализатора. Не будут на деньги за ранения покупать дроны для штурмовиков. Вот этот вопрос решать надо, пишет Живов. Живову тоже можно ответить, что, слушайте, так это же тоже все связано. Когда вы радуетесь тому, что поставили Белоусова, который провалил все импортозамещение, или когда вы радуетесь, что Путин поставил свою племянницу Цивилеву, которая разворовала весь кузбасс и уголь, ну как бы готовьтесь к тому, что воровать будут и дальше. Алекс Паркер пишет. Генерал-полковник Сергей Степашин заявил, что солдаты в армии вынуждены побираться, а зарплаты ни на что не хватает. Говорит, ездит в отпуска за свой счет, а он, будучи генералом в советское время, ездил за счет государства. Уверен, что у генералов и сейчас в пускабе за счет государства все в порядке, а потому об этих проблемах им неизвестно. Иронизирует он. Проснулся даже Юрий Подоляко. Очень рад, что об этом начали открыто говорить на таком уровне, пишет Подоляко. Признание проблемы – это первый шаг к ее решению. А то у прошлого руководства Министерства обороны Российской Федерации все на словах и у их карманных блогеров всегда было здорово. Интересно, где они на фронте это могли видеть или слышать? Я когда бывал на фронте, всегда видел и слышал там абсолютно другое. Всего солдатам хватало. А на поверку армию по многим позициям уже третий год содержат волонтеры, родственники и сами военные. Так он комментирует заявление Бориса Якименко из всяких совсем этих предборных Z-нечисти. Но об этом мы еще поговорим. Я не знаю, что скажу, что от Юрия Подоляки. Я всегда говорю, что вот когда они начинают рубить правду матку, это всегда выглядит нелепо, потому что 80, если не 90% времени, они вылизывают, собственно, Министерство обороны, рассказывают небылицы. Сам Юрий Подоляко, господи, вы просто посмотрите его видосы, я не знаю, с прошлого года или во время российского побега из Харьковской области. Он там рассказывал, значит, в феврале 22-го, и после он рассказывал, что уничтожено все украинское ПВО, что вообще вот-вот-вот Киев возьмут и так далее. Ну, то есть столько, сколько врал и врет Подоляко, ну, мало кто врет даже в Z-военкорском сообществе, где сплошные просто лжецы. А он просто напропалую и лгал, и лжет, и будет лгать, и при этом кому-то предъявляет за вранье. Ну, это как проститутка норовоучает, значит, кого-нибудь, что не надо ходить слишком короткой юбки. Ну, это просто безумие какое-то. Без негатива, так сказать, проституткам. Каждый из них гораздо лучше, чем Юрий Подоляко. Два майора пишет. Заявление было вчера, разошлось по большим каналам, но мы не заметили визгов прикормленных лысых из информобслуги предыдущей команды уважаемого ведомства, которые помимо зарплаты отрабатывали огромные барыши, выполняя хорошо оплачиваемые заказы, в том числе тех, кто нынче арестован. Наверное, потому что хрюкать на мелкого военблогера – это одно, а вот на Степашина ногу задрать – другое. Степашин сказал все прямо, не прибегая к зопову языку, лишь бы толк был и ситуация изменилась к лучшему. Цель – не доказать, кто прав, а кто у предыдущей команды миллионы получал. Цель – честные, объективные доклады для принятия верных управленческих решений. А кто врет, тем более за деньги, тот помогает ослабить армию России. Традиционно «Пчелы против меда» – опять же, два майора неоднократно замечали в распространении просто абсолютно дезинформации российской пропаганды. И заметьте, кстати, эти зетблогеры, они по отдельности, ну вот там не особо вякают, они вякают, когда кто-нибудь крупный выступит, они примазываются, такие «Да-да-да-да, да-да-да, мы согласны, все плохо, все плохо». Так а что вы сами-то ссыте? Ссыте стать новыми стрелковыми в тюрьме, новыми пригожными, взорванными в небе? Понимаю, но тогда и не надо рассказывать, что вы борцы за правду. Филатов, ну, кстати, один из самых последовательных зетвоенкоров, которые действительно очень хвостят даже тогда, когда остальные молчат. Он как раз отмечает, что вот эта прямая кремлевская, есть, знаете, прямая кремлевская обслуга, есть по уровням, есть вот немножко, типа, чуть-чуть самостоятельный, к которым периодически приходят и говорят, вы там подзаткнитесь немножечко, или которых сажают на конкретный контракт, а есть вот уехавшие из этники, которые как бы позволяют себе чуть больше. Ну, как Алекс Паркер, они, правда, как правило, совсем маргинальных взглядов, вот он там везде ищет евреев и как бы какой-то такой ярый, неприкрытый антисемитизм, я тут разве что у ДШРГ Русич видел. Ну да ладно. И вот Филатов как раз публикует видео, где рассказывается в это же буквально время, что у российской армии всего достаточно. Ну, на Соловьевской помойке это рассказывается. Давайте посмотрим. Говноблогеры перестали, наши военблогеры перестали писать про армию, хайпиться на это. А знаешь, почему? Я, честно говоря, вообще в это дерьмо особо не лезу, поэтому я как-то не слежу. Не-не, я отслеживаю, я же сижу, мне же надо потом пацанам на передовой что-то рассказывать, да? А знаешь, почему? Потому что в армии все хорошо. А. Ну, мне кажется, для них это не аргумент, а если все хорошо, выдумываем. Чем лучше у нас воюют, выполняют боевые задачи наши ребята на передовой, тем больнее для блокеров. Да, вот в этом я ни секунды не сомневаюсь. Не на что собирать, срочно сборить, вот. Понимаешь? А как же так без срочно сбора-то? Как же, ну, как я скажу, что в армии все хорошо, а мне же тогда бабла не будут? И Филатов пишет, кажется, Степашин нарывается на звание говноблогера и на статью о дискредитации. Военкоры бы уже начали бы ругать, звонить начальству, надравили бы псин Якименко и его подружек. А тут такой человек, говорит, и не на кухне, отмечает Филатов. Действительно, возможности прессовать больших, больших, так сказать, собак, больших псин у этих людей чуть поменьше. Напоминаю, что недавно о проблемах, о которых говорит Степашин, говорил и генерал Шаманов. Поэтому мы можем фиксировать, что действительно это не чья-то выдумка, не моя, а не чья-либо еще. А действительно, эти проблемы существуют, и масштаб их, судя по всему, растет, раз говорят об этом все чаще с высоких трибун. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. В отличие от России, Украина на другие страны не нападала. Поэтому то, что там государство не может полностью обеспечить армию, как раз, к сожалению, закономерно. Потому что Украина все время находится в дефиците ресурсов из-за того, что на нее напала страна с гораздо большим количеством ресурсов, техники и всего прочего. Поэтому помогать Украине, в том числе силами просто сборов, мне кажется, ну если не обязанность, то как минимум очень желательно со стороны тех, кто считает, что недопустимо поощрять российскую агрессию и любую другую агрессию, когда одна страна нападает на другую без какой-либо причины, просто для того, чтобы ее уничтожить. Поэтому продолжаем сбор второму мотопехотному батальону 93-й МБР «Холодный Яр», защищающий Украину на Бахмутском направлении фронта. Необходима поддержка в приобретении квадроцикла. Спасибо большое всем, кто помогает им, кто помогает на других сборах, кто помогает в СУ в принципе, потому что мы с вами, я в меньшей степени, вы в большей, спасли уже очень много жизней и очень сильно помогли, но, к сожалению, война не закончена. И в ближайшие дни закончена не будет, поэтому помощь будет все еще необходима. Единственное, если вы находитесь в России, то оттуда не надо донатить всем остальным. Вот QR-код на Монобанку, ссылки в описании, там есть в том числе прямые карточки, если через Монобанку, там вам неудобно. Давайте поможем, собственно, собрать на квадроцикл, для того, чтобы можно было эвакуировать раненых, буквально спасать человеческие жизни. Но мы с вами продолжаем с затнытьем, и оно довольно разнообразно. Например, по поводу целей СВО. Военкор Котинок признает, что цели СВО недостижимы. Скажу очевидность, пишет он, но без этого никак. Без взятия под контроль не только акватории Черного моря, ее большей части, включая выхода из Посфора, румынскую Констанцию, базовую МФ НАТО, не говоря уже о портах Одессы Николаева, но и воздушного пространства, над ней, выполнение задач, поставленных президентом РФ в ходе СВО, мягко говоря, проблематично и едва ли осуществимо. Необходимы прорывные решения и технологии, которые могут поставить противника в тупик, пишет Котинок. Причем времени на раскачку уже нет, появление в небе вражеских F-16 стоит ожидать в любой момент и плевать, кто ими будет управлять. Или генетические партнеры. Так что выполнение задачи усложнится кратно, отмечает Котинок. Но как успехи с Черным морем? Что там по Черноморскому флоту, спросите вы? А на это ответит уже телеграм-канал Z-канал 2 Майора, который сначала цитирует заместительницу помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Санату Коутер. Она сказала следующее. В общем, я считаю, что освещение в СМИ имеет тенденцию быть слишком негативным и недостаточно сосредоточенным на невероятных достижениях, которых Украина достигла за время этой войны. Приведу лишь один пример, рассказала она, Россия пыталась монополизировать Черное море и отрезать торговые пути, а Украина достигла невероятного успеха, оттеснив российские войска и сделав Черное море снова устойчивым и надежным каналом для экспорта товаров. И два майора с этим соглашаются и добавляют уже от себя. Злости не хватает, но тетка бьет фактажом. Перевалка грузов в украинских портах вернулась почти на довоенный уровень. Военные операции после жестов доброй воли и оставления острова Змеиной, после кровавых боев в западной части Черного моря наш флот не проводит. Безусловно, так сказалось и бездарное командование замшелых флотоводцев, что подтверждается снятием пары командующих Черноморским флотом ранее. Несмотря на принятые организационно-управленческие меры, было потеряно драгоценное время, которое надо было тратить на приведение средств поражения и защиты флота в надлежащее состояние. К сожалению, это именно Россия усиливает противодесантные и противодиверсионные меры на Крымских берегах, а не Украина у своих. Хотя в самом начале СВО наша БДК явно планировалась к десантной операции у Одессы, а не к уходу в дальние порты. Сейчас представляется абсолютно реальным переломить ход событий, но для этого надо объективно докладывать наверх об обстановке для принятия верных управленческих решений. Очень быстро бежать от бюрократии, а уважаемым центральным подразделениям не спрашивать, а что вы сделали для устранения недостатков, насылая бумажные комиссии, а всячески помогать развивать наш славный Черноморский флот. Я бы тут добавил то, что от него осталось. А не инструкции старые соблюдать, но без политической воли, жесткой команды высших офицеров и их готовности принять на себя ответственность, получаются только отдельные корабли утыкать средствами защиты. Концепция применения флота и его готовность к отражению современных вызовов пока же не позволяет мыслить о переносе точек напряженности на вражеский берег. А ведь именно для этого он, видимо, Черноморский флот и создавался. В общем, фиксируется действительно тотальный провал Черноморского флота и удивительное доминирование Украины в Черном море, несмотря на фактическое отсутствие боевых кораблей. Но не меньшая, а то и большая проблема это дроны. Это тоже очень серьезно обсуждали в Z-каналах на прошедшей неделе. Ташеды писали еще чуть больше недели назад. Серьезной проблемой становятся украинские впиведроны ПВО, работающие против нашей разведывательно-беспилотной авиации. В перспективе возможно будут работать и против армейской, прежде всего вертолетов. Необходимо констатировать, что украинцы стали мировыми первопроходцами в данной компоненте. Их комплексы РТР как наземные, так и на аэростатах фиксируют наши БПЛА, а операторы выводят дроны в район и осуществляют поиск цели. То же самое сейчас следует создать и нам, причем в кратчайшие сроки. И тут надежда на народный ВПК, который уже отлично зарекомендовал себя и отмечен на самом высоком уровне. Но проблемы есть не только с новыми дронами, которые сбивают российские родательные дроны, а и с количеством обычных FPV. Записки ветерана запустили громкое сообщение, которое наделало шороху. Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6, не в нашу пользу, пишет Z-канал. Это примерно, возможно больше, но точно не меньше тенденция только к увеличению разрыва. Все из-за неповоротливости и медлительности нашей бюрократической машины. В Украине все маломайские НПО и частные гаражные мастерские взяты под контроль и получают финансирование. Спустя 2 года это принесло свои результаты и количество начало переходить в качество. У нас же куча перспективных проектов стала либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать, причем очень быстро, иначе безнадежно отстанем, пишет записки ветерана. Информацию, которую приводит он, подтверждают и другие З-каналы. Пограничник из Ада пишет, это так, у противника большое преимущество в дронах. Надеюсь, что новый министр обороны исправит эту большую проблему. Я бы на его месте не надеялся, но почему бы нет. Надейся в одну руку и сри в другую. Смотри, какая быстрее наполнится. Призрак Новороссии пишет, я говорил тебе, обращается он к запискам ветерана, что так будет еще полтора года назад, как раз после первой дронницы. Именно в силу разности системности подхода к решению вопросов у нас и у них. Печально быть правым, еще печальнее наблюдать, куда закладываются тенденции. И дело не только в количественном, но и в качественном отношении, пишет он. Самая большая проблема, что катастрофа не претет, как в голливудском фильме, внезапно, как снег на голову. Она приходит медленно, стекаясь ручейками с сотен тенденций в ручей, потом в бурный поток, сносящий дамбу. С ручейками можно справиться, но их навязчиво забалтывает официальная пропаганда. Поэтому на того, кто говорит о тенденциях, отмахиваются в сладкой надежде, что беременность как-то рассосется сама. А вот когда пойдет снос дамбы от потока, это уже заметят все, но говорить об этом будет поздно и бессмысленно. Это как читать доклад КЦПН 2019 осенью 2022 после знаменитых перегруппировок. Ретроспективно, познавательно, но практически бессмысленно. Лягушка варится медленно, ей тепло и приятно. Фиксирует призрак Новороссии, ну что сказать, его слова, да богу уши, пусть так и будет. Живовзет пишет, когда пару месяцев назад после слов президента опять начали интенсивно обсуждать внедрение БПЛА, весь этот процесс выродился в выделении Мантуровым 3 миллиарда на развитие БПЛА на ближайшие 3 года, пишет он. Сказать, что это вшивые копейки не сказать вообще ничего. Выделять надо десятки миллиардов и прямо сейчас, завтра, выделять по двум линиям. Гранты Минпромторга для всех, от гаражников до больших заводов по гражданской линии и командирам армии, группировок в руки по такой же сумме, чтобы каждый сам мог купить для своих войск нужный объем и номенклатуру дронов. Недавно был в одной штурмовой роте, одной очень элитной дивизии. Штурмовики бедные, как церковные мыши. Все дроны, что у них есть, они купили за свой счет или прислали волонтеры. Рэбы они тоже знают по статьям в Телеграм-канале. До каких пор эта ситуация будет в таком виде сохраняться, задается он вопросом. Долго, долго и еще раз долго. Как видите, подтверждаются и слова Степашина, и слова Шаманова о том, что есть большая проблема с обеспечением в принципе в российских войсках, не говоря уже про дроновую сферу. Сейчас в конце я, наверное, немного про нее дополнительно скажу, потому что я вам много раз рассказывал, как она устроена, и я рассказывал, как будет в дальнейшем и почему Украина по дронам уйдет далеко вперед. И вот сейчас это произошло, она еще не настолько оторвалась от России, но уже там прилично и технологически, и количественно. Я вам расскажу, что будет дальше с этими дронами и почему, несмотря на все эти полукрики полудурков, значит, несмотря на это в российском ВПК ничего с этим не изменится. Крик душиста фронта, пишет Регнум. Уже много было сказано, что по количеству и качеству БПЛА всех видов мы имеем отставание от противника. Пока не безнадежная, но тенденция имеется. Вчера с южного направления мы получили сообщение от людей, которые на собственной шкуре испытывают это отставание. Письмо, наполненное колоритными, крепкими выражениями, приводить полностью мы не будем, передадим лишь суть. Первое. Отсутствие системности поставок БПЛА, в том числе и Камикадзе. Их тотальная нехватка – это полбеды, а вот понимание, что завтра тебе просто-напросто нечем будет работать, потому что вместо обещанных условных десяти дронов привезли один или не привезли вообще, сильно сковывает бойцов в плане применения. В это же время противник не жалеет до десятка эвпидронов на одного нашего бойца или на укрытие, в котором, по мнению противника, могут быть наши военнослужащие. Второе. Качество БПЛА. Эффективно применять эвпидроны одного из самых массовых производителей для ВС РФ практически невозможно без допиливания на месте силами военнослужащих. Третье. И на десерт. По каждому примененному эвпидрону требуют видеоотчет установленного формата с правильными подписями. В случае, если попадание не произошло по каким-то причинам, от бойцов требуют отчет с разбором причин неудачи. Доходят до того, что военнослужащим приходится обменивать красивые видео на новые птички, как в том французском фильме. Нету ручек, нет конфетки. Проблема с видеоотчетами в обмен на дроны поднималась и ранее, но тогда это касалось только одного самого массового производителя. А теперь, по его примеру, начинают работать и остальные. Слава, храни бог вообще, скажу от себя. Итог. Сидят наши бойцы на фронте и пилят контент для производителей БПЛА, не имея никакой возможности свободно и эффективно бить врага. Полнейшая тактическая скованность и страх, что если сегодня ты ударишься впередроном по условному брендажу, где сидит условный снайпер, кошмарящий много дней наших бойцов, но у тебя не получится красивого видеоотчета, то завтра тебя лишат поставок. Ребята, ну разве можно, может быть, просто лучше, честно говоря. Помните, когда мы обсуждали это с вами в первый раз, когда вот Романов как раз рассказал про видеоотчеты, я говорил, будет хуже, будет хуже. Он такой, да, наверняка это все сейчас прочитают и вправе, да, это теперь повседневная практика, потому что Россия страна фейк, российская армия, армия фейк, она должна производить видеоконтент, она должна производить ура-патриотические заголовки, они готовы класть огромное количество людей, чтобы захватить какое-нибудь бабксело на два дома и рассказывать в новостях, что смотрите российская армия про то есть, почему они решили, что с дронами будет по-другому, я не знаю, конечно не будет, конечно будет так же, это суть российской армии, это не баг, это фича, это часть, это ее составляющая, никогда это не поменяется, ни про Белаусове, ни про К***, ни при ком. Нет, конечно, хочется не ошибиться в этом смысле, да, надеяться, что действительно как-то это все радикально не будет исправляться, но пока, пока, что называется, все идет по приборам, причем по очень определенному прибору, я бы даже сказал, да, и ситуация только ухудшается, не улучшается, несмотря на то, что даже вот того массового производителя, который делал бесполезные FPV-шки, в которые в Минобороны вухлые все бабки, там сняли часть людей, но я так понимаю, что это не сильно помогло. Зергулию пишет, спрашивают, правда ли, что за ВСУ такое преимущество в FPV-дронах, говорит он, ссылаясь на пост записка ветерана. Так и есть, хотя в абсолютных величинах разница в количестве меньше, мы также резко наращиваем производство, тем не менее, 300 плюс прилетов дронов по одной нашей позиции за сутки уже давно реальность. На важных укрепах прилетает и больше, украинцы могут себе позволить потратить 3-4 дрона на одинокого бойца, прецедентов масса, без РЭБа вообще на машине лучше никуда не соваться. Причина в разнице подходов. В Украине 50 плюс разных производителей с господтешкой. У нас монополия с редкими вкраплениями частных проектов вроде упырей или пираньи. Вот тут как раз пишут про эту монополию, ссылается он на постриганную, которую я вам читал. Быстро эту систему не поменять, даже Белоусову, к слову, резко наращивают не только производство FPV-дронов, уже в порядке вещей налет 100 плюс БПЛА на российские регионы. Практически каждый день, пишет он. Идет запредельная гонка, причем как количественная, так и технологическая. Украинцы меняют частоты, мы допиливаем рэп и наоборот, никаких тайн тут нет, все все знают. Ну как все все знают? Поспрашивайте официальную пропаганду, она вам расскажет про *** российские дроны, которые, значит, не имеют аналогов в мире. На самом деле, тут важно понимать, что несмотря на панические настроения в Z-каналах по поводу FPV-дронов и дронов в принципе, потому что ситуация никак не меняется, от этого легче-то на войне особо не становится. То есть Россия все еще имеет большое количество ***, большое количество ракет, большое количество ударных ВПЛА, и все это применяет, и, к сожалению, каждый день убивает украинцев. Поэтому да, несмотря на то, что все, что пишут эти Z-каналы касательно проблемы с дронами у России является правдой и объективно наблюдается, все это никаким образом не должно сформировать у вас ложного впечатления, что вот война там, не знаю, на грани завершения, Россия жестко проигрывает и вообще уже почти уничтожена. Нет, это не так. К сожалению, война все еще в стадии наистощения, но, безусловно, результат будет. И вот здесь как раз немножко про дроны. Я много раз говорил, что дело в разнице подходов, что в России такая почти унитарная система во всех сферах, и поэтому Министерство обороны находит одного-двух исполнителей, дает им все бабки, за счет эффекта масштаба они перестают вносить изменения, поскольку эта система еще с большим количеством отчетов, то проблем становится больше. Изменится ли это при Белоусове? Нет. При Белоусове станет только хуже. Почему? Потому что Белоусовы поставили лезть косты, о чем говорится уже практически открыто, он должен будет оптимизировать процессы. Чтобы оптимизировать процессы, нужно получить о них больше информации. Это значит что? Больше производства, больше бумажек, больше отчетов, больше доказательства эффективности. Что такое доказательство эффективности? Это как раз видеоотчет, который вы снимаете ради галочки и отправляете наверх. Поэтому при Белоусове будет становиться только хуже. Отставание будет наращиваться. Украина, которая диверсифицирует свои вложения в дроновые системы, где действительно огромное количество энтузиастов, которые делают это самостоятельно. Более того, люди активно поддерживают дроностроителей. Созданы сейчас отдельные войска для дронов. Ну и вообще Украина самая передовая страна по дронам, в том числе по FPV-дронам. Все это будет улучшаться. Мы уже видим ряд технологических новшеств. Мы видим дроны-перехватчики, которые могут перехватывать разведанные российские ВПЛА. Мы видим дроны с дону-ведением, которым рэп вообще абсолютно. Мы видим дроны с выискиванием цели дальнобойные. Ну как вот этот дрон лютый, ВПЛА лютый скорее он, который летает по российским нефтехранилищам. Там есть какая-то хитрая система определения цели, но нам она неведома, потому что пока это секрет ответа, ну типа, который еще не раскрыт. Вот. Поэтому да, количество переходит в качество разнонаправленно. Это и есть конкуренция. Это буквально типа, не знаю, западный мир против совка. Совок с распределением и западный мир в условиях конкуренции. Вот Украина представляет западный мир не только на словах, но и в подходах своих. По этим подходам мы видим, что да, конечно, этот подход гораздо эффективнее, когда у вас прямая конкуренция, когда у вас не один гигантский там типа завод, куда вы просто вбухиваете гигантское количество денег как государство, а когда вы всем мелким просто, типа говорите, да, давай твои дроны попробуем, да, давай твои попробуем, давай твои. И у тебя там 60 видов дронов, часть из которых становится суперэффективной, часть выкидывается на помойку, но тем не менее у тебя идет этот процесс. Вот такая порция Z-нытья. Я призываю вас вновь помогать украинским войскам, помогать собрать на квадроцикл, ссылку в описании, QR-код вы видели, но поддерживайте сам канал и не забывайте, конечно, ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Это три действия, простые действия, помогут распространить этот ролик. Вследствие, больше людей увидят проблемы в российской армии, с меньшей вероятностью у них пойдут, больше людей видят сбор и помогут со сбором на ВСО, да и просто больше людей угорают над российским Z-нытьем. Это тоже мелочь, а приятно. С вами был Майкл Наки, до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok